Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниндзя Легенды и сегодня у нас испытание сцены насилия. В этом испытании 8 эпизодов, участвует только Черепашки плюс отдельный герой Железная Голова. Причем Черепашек 7 отрядов, а как вы понимаете всего миссии 8. Что же друзья, для первого испытания давайте-ка я возьму очень необычный состав, давайте-ка мы начнем с команды Ведения. И причем против команды оригинальных врагов, вот из комикса будет с первым сражаться Лео Ведения. Он один попробует уничтожить весь вражеский отряд. Да, мне кажется это будет здорово и круто. Итак, давайте-ка посмотрим, удастся ли Лео Ведения справиться с первым отрядом. И он просто забрасывает всех врагов градом стрел в первой атаке и шутя их сметает. Что же, это было круто. Вот переходим ко второй волне, в которой ожидает целая куча футов и вот маусеры. И их он подрывает при помощи взрывной тыквы. Бросает ее в воздух и выстрелом стрелы уничтожает вот четырех из пяти. Ну что ж, это было здорово. Кроме того, усиливаем скорость нашего Лео Ведения и пытаемся добить последнего фута. Ага, он пытался контратаковать, но Лео прокачал броню и уклонение и стремится к последней волне. Ну что ж, друзья, мне кажется неплохо. Лео справился с первой и второй волной. Осталось нам только добить оставшихся врагов. И причем для этого Лео опять же использует град стрел. Массовая атака и Лео Ведения Шутя уничтожает всех врагов в первом эпизоде. Ну что ж, как видите, Лео Ведения оказался довольно-таки крут. Шутя прошел через все проблемные места. Получим награду Кейси Джонса и мы переходим к следующему эпизоду. А для следующего эпизода давайте-ка я возьму Рафа Ведения. Итак, в одиночку Раф пытается пройти всех врагов второго эпизода. Вот первую волну мы тоже попробуем смести массовой атакой. Для этого Раф Ведения использует огненный рощерк. Вот ничего себе, враги выживают. Я просто в шоке, но постепенный урон их догрызает. Вы видели, два выжила, но из-за того, что Раф Ведения наложил негативный эффект, постепенное уменьшение здоровья, он их догрыз. Вторую волну я тоже попробую уничтожить массовой атакой. Для этого Раф Ведения превращается в огненный торнадо и выжигает все на своем пути. Кстати, это было круто. Это было круто. Переходим к третьей волне и у меня закончились массовые атаки. Ну что ж, будем уничтожать тем, чем есть. Итак, огненной волной Раф Ведения поджаривает Маусера. Вот, своими огненными когтями добивает второго. Вот и уже эпическое сражение оригинальной черепашки против нашего Рафа Ведения. Причем, Донни оторвал уголок, метает его, как бумеранг нашего Рафа. Раф оригинальный наносит удар с под земли, но наш Раф Ведения неплохо держит удары и пытается уничтожить Фута. Ну что ж, неплохо прошел удар, еще одна атака и враг повержит. Отлично. Кстати, у Рафа Ведения есть зеленый треугольник, значит урон наш будет повышен. И интересное сражение. Рафы сражаются между собой и Ведения побеждает оригинального. Здорово. Итак, обновились у нас способности. И Раф применяет Ведения мощнейшее свое оружие. Огненные торнадо и пытается выжить до неоригинального. Это неплохо у него получается. Что ж, победа, победа, хороший бой, хорошее сражение. И мы идем с вами дальше. Супер, наша награда ДНК Донантелло. Итак, друзья, перемещаемся к третьему эпизоду. Ну и раз начали уже с команды Ведения, давайте-ка я возьму Митти и Дони вдвоем. Пусть они попробуют справиться с третьим отрядом. Кстати, у Дони Ведения вообще нету массовых атак. Но я думаю, они и так должны запинать врагов. Итак, в начале боя Микеланджело Ведения прокачивает точность. Теперь наш отряд будет наносить более точные и сильные удары. Это, конечно же, радует. Вот, Дони Ведения прокачивает атаку, разрубая фигурку тигриного когтя. Враг пытается атаковать, но я не думаю, что это им поможет. Ого! Итак, Маусер пытался наложить какие-то негативные эффекты. Наносит удар рубящей враги. Ну, а Микеланджело Ведения выпускает голодных белок, бросая желудь. И они пытаются затоптать врагов. Ну что ж, неплохо. Маусеры уничтожены. Как видите, Фут выжил ненадолго. Метая каменную глыбу, выбивая ее из почвы, ударом головы направляя врага, Дони Ведения уничтожает очередного противника. Супер! Итак, вторая волна. Вот, мне кажется, немножко неэффективно я использовал массой атаку Микки Ведения. Ну, тем не менее, сейчас она обновится. И мы попытаемся уничтожить третью волну. Ну, а пока Дони Ведения метает каменный молот. Вот, Микки, вы видели, использовал серпы. Вот, не осталось у нас никаких особых атак. Значит, будем бить, чем есть. Обычный удар серпа и обычный удар топора Дони Ведения. Причем Дони Ведения удар оказался лучше. С первого удара выбил Маусера. А вот Микеланджелу с удара серпом пришлось совершить два удара, чтобы выбить вражеского героя. Что ж, качаем точность. Точность. Отлично. Этот бонус к атаке нам поможет. Отлично. Вот, плюс еще добавляем бонус к атаке. Итак, удалось улучшить наш отряд положительными эффектами, бафами. Вот, тем не менее, враг пытается как-то контратаковать. Но, по-моему, сейчас у меня обновится массовая атака. Я попробую использовать. Вот, тем временем враги прокачивают иммунитет. Я не смогу налаживать негативные эффекты. Ну, а пока давайте-ка выбьем Маусера. Итак, проходит удар серпом Микеланджело Вегине. Вот, что означает, что мы прокачали атаку. И точно, вы видите, наши герои с первого удара выбивают противника. И да, есть возможность использовать массовую атаку. И давайте-ка я ею и воспользуюсь. Микки Вегине бросает желудь. И голодные белки затаптывают оригинальных черепашек. Плюс там еще оставался Маусер. Что ж, победа. Очень круто, здорово сражались черепашки Ведения. Вот, довольно-таки крутой, классный отряд. Ну, и я иду с вами дальше. Ну, а для следующего эпизода, я думаю, уже надо брать полные отряды. Вот, и давайте-ка мы возьмем команду ролевиков. Донни Ролевик, Микки Ролевик. Нужен еще Раф и Лео. Здорово. Ну, что ж, команда Ведения стремится в атаку. Ну, причем, как видите, здесь 4 волны. Бой будет непрост. Тем не менее, я уверен в нашей победе. Итак, команда из ролевиков. Причем, в начале боя я превращаю Врафа в Ведюшку. И у него появляется особая способность. Баф это месть. За каждую атаку на союзника он будет пстить. Ну, а пока массовая атака от Микеланджело Ролевика. Он пытается забросать врагов водными шариками. Удар. Ничего себе. Фут и выживает. Фут и выживает, но ненадолго. Лео Ролевик метает щит. Уничтожает очередного Фута. А в тем временем Донни прокачивает дополнительную защиту. Что ж, здорово. Фут пытается атаковать. Причем, атакует Рафа. Ну, а Раф в свою очередь использует особый удар двадцатку. Вот удар. И Фут повержен. Тем не менее, мы переходим к следующей волне. Вторая волна. И кто же из наших героев попытается справиться с целой толпой Фута? Это Лео Ведение. Итак, массовая атака. Он посылает огненную волну своим волшебным мечом. Выжигает одного из Фута. Но опять же, часть Фута выживает. Что ж, надеюсь, ненадолго. Массовая атака Микки Ролевика выстрелом в Извантуза сметает оставшихся врагов. Что ж, это было забавно, прикольно. И мы идем с вами дальше. Итак, опять же, куча врагов. Футы, Маусеры, плюс оригинальные черепашки. И наш Донни Ролевик может попытаться забросать их огненными шарами фаерболны. Выжигает вторую волну. Третью волну, прошу прощения. И мы переходим к четвертой. Итак, встреча с боссом. Супер Маусер. Вот такой вот огромный робот, от которого пытается забросать черепами Раф Ролевик. Мощный атака. И с первого удара уничтожает противника. Да, это было круто. Это было круто, здорово. Очень классно сыграла команда Ролевиков. И мы идем с вами дальше. Наша награда это ДНК Микеланджело из мультика. Просто чудесно. Ну а я перехожу к пятому эпизоду. Что ж, Ролевики очень неплохо себя показали. Давайте-ка, друзья, еще возьмем космо-черепашек. Вот, в принципе, можно было еще взять черепашек из фильма. Но я думаю, пока остановимся на космо-черепашках. А потом уже возьмем черепашек из фильма. А мультяшными черепашками я хочу закончить сегодняшнюю серию. Итак, космо-черепашки стремятся в бой. Опять же, в первой волне фут-маусеры. И надеюсь, что массовая атака от Микеланджело космического нанесет очень много повреждений. Бросает коробку с чипсами Криса Брэдфорда. Он пытался нанести серьезный урон. Как видите, выжил фут, но ненадолго. Лео космический, благодаря образу капитана, тем временем прокачивает дополнительную защиту. Вот, а Раф стреляет из своего бластера, пытаясь уничтожить противника. Итак, выстрел. И что же? Победа, скорее всего. Да, враг повержен, а мы идем с вами дальше. Вот, следующая волна. Вторая. Давайте-ка посмотрю, что я могу здесь делать. Я могу попытаться уничтожить футов и маусеров. Я думаю, друзья, давайте-ка мы тоже попробуем использовать массовую атаку. Сбросить на головы врагов огромный метеор. Вот это пытается сделать Донни космический. Шест работает, мощная атака, но фут и выживает. Что ж, ненадолго. Подключаем Микеланджело космическими. При помощи удара лазерных танфу он наносит мощный удар, добивая фута. Вот, а Лео космический, стреляя из бластера, уничтожает еще одного противника. Супер. Ну что ж, очень даже неплохо достойно сражаются наши космочерепашки. Переходим к следующей волне. Опять же фут и маусеры. Вот, прикольно сделана игра в космическом стиле, оригинальном, вот черно-белом. Тем не менее, продолжаем битву. И Раф космический, при помощи черепашонка Чомпи, детеныша космической черепашки, пытается выжить одного из врагов. Кстати, очень интересная серия, как Раф заполучил себе этого питомца. Что ж, как видите, не удалось выбить с первого раза, ну тогда давайте-ка я попробую использовать космический луч. Вот, особую технику Дони космического. Выстрел, и что же, и да, вот он выжигает одного из маусеров, а дальше я подключаю Лео космический, космического. Он призывает фугетоида, который из орбиты наносит удар. Просто супер. Итак, враг уничтожен, осталось всего несколько футов, ну и вот Микеланджело пытается догрызть одного из врагов, метнув в него космический маффин. Этот кексик грызет-грызет, догрызет за это врага, а вот с последним, с последнего уничтожит Раф космический, используя удар Крогнарда. Вот, просто супер. Космический Мса, и как хлыстом она носит мощнейший удар, побеждает противника. Великолепно. Итак, друзья, добрались мы до четвертой волны, в которой уже встречает тройка оригинальных черепашек, плюс два фута. Итак, без усиления никак нельзя их уничтожить, поэтому Дони космический сканирует врагов при помощи своего посоха. У нас появляется новый баф, положительный, это повышенная атака, ну и вот пробуем уничтожить фута. Для этого Лео космический атакует своими клинками, вот космическими катанами, как видите, враг выжил. Что ж, возможно, у Мики лучше получится. Итак, неудача, друзья. Неудачи не удается добить врагов, но, возможно, лучше справится Раф. Итак, Раф наносит добивающий удар, и Тони тоже пытается выбить фута. Ну вот, друзья, интересная битва. Оригинальные черепашки против космических, причем и те, и те черно-белые, вот забавно, очень нарисовано. Хотя, смотрите, скафандры у космочерепашек белые, но ноги и руки, и корпус немножко зеленые. Что ж, продолжаем битву, и давайте-ка я попытаюсь вот при помощи космических катан выбить Мики оригинального. Отлично! Вот, удалось, но Лео оригинальный приходит в ярость, он вызывает наших черепашек на бой, а Раф оригинальный наносит удар из-под земли. Вот, досталось немножко Микеланджелу космическому, тем не менее, продолжаем битву, и Дони, используя свой космический посох, снимает часть жизни с Лео космического, а Мики добивает его удар. Ничего себе, не сумел! Не сумел добить, возможно, Раф справится. Есть! Раф космический добивает Лео оригинального, а дальше уже, надеюсь, мы попытаемся справиться и с Рафом оригинальным. Да, с первого удара удалось Лео космическому победить врага, и это победа. Что ж, здорово! Хороший бой, хорошая победа, и мы идем с вами дальше, собирая награду ДНК Микеланджело оригинального. Просто супер! Ну вот, друзья, переходим к шестому эпизоду, и сейчас давайте-ка я возьму команду из черепашек из фильма. Вот Раф, Мики, Лео, и где-то здесь должен быть Дони. Да, здорово! Супер! Ну вот, друзья, черепашки из фильма идут в атаку, и сейчас мы посмотрим, как они справятся с этими волнами из футов и маусеров. Итак, в первую очередь используем особую атаку Микеланджело из фильма. Ударом ноги с разворота он пытался уничтожить фут, а как-то неудачно. Вот враг выживает, фут, а маусер даже пытается контратаковать. Тем не менее, я надеюсь, что удар Лео из фильма нанесет больше повреждений. Опять же, не может выбить противника. Это как-то не очень здорово. Враг пытается контратаковать. Вот рубит беднягу Мики. Что ж, давайте-ка я тогда использую массовую атаку. И Раф из фильма сбрасывает на голову врагов огромный холодильник, пытается их всех разрушить. Да! Вот первую волну удалось подорвать, уничтожить, смести, и мы переходим к следующей волне. Вот вторая волна. Что я могу здесь делать? Я могу призвать дрон Дони из фильма. Он накроет врагов ядовытым облаком, выбивает футов, часть маусеров, выживает последний из футов, и тот ненадолго. Микеланджело из фильма уничтожает его ударом огненного меча. Что ж, это было здорово. Вот переходим к следующей волне. Оригинальные черепашки, вот маусеры. Вот я попытаюсь использовать массовую атаку Лео из фильма. Рубит катанами направо и налево, наносит довольно-таки неплохой урон, но опять же враги выживают. Что ж, Раф метает Сай и побеждает оригинального Дони. А Дони из фильма пытается справиться с очередной оригинальной черепашкой. Да, он победил оригинального Рафа. Здорово. Ну что ж, четвертая волна, и у нас новый босс Суперфуд. Прошу прощения, Супермаусер. Так, давайте-ка мы наберемся сил, подлечимся, перекусим пиццей, и попробуем уничтожить этого Суперробота. Вот причем Лео еще прокачивает атаку. Теперь наши герои смогут наносить более сильные и серьезные удары. Тем временем Супермаусер пытается атаковать, подгрызть наших героев, но это ему не поможет. Дони из фильма прокачивает уклонение. Вот, а Микки пытается запинать нунчаками. Итак, ну что ж, половину здоровья удалось снять. Лео наносит рубящий удар катаной. Опять же, Супермаусер выживает. Раф вызывает его на бой, налаживает негативный эффект уменьшения атаки. Вы видите, ему плохо, но он пытается контратаковать, но это уже ему не поможет. Дони наносит добивающий удар. И это победа. Что ж, битва получилась прикольная, классная, интересная, и мы идем с вами дальше. Итак, наша награда это ДНК Рафа оригинального. Просто супер. Что ж, замечательно. Итак, седьмой эпизод. И да, давайте-ка посмотрим, кто у нас еще не играл. Не играли черепашки из фильма. Не играли классические. Вот оригинальные. Да, друзья, оригинальных не хочу сегодня брать. Вот, поэтому давайте-ка возьмем классических черепашек. Вот, было бы неплохо еще взять железную голову. Ну, давайте-ка я пока соберу классических черепашек. Вот, а мультяшных оставим на самый конец. И давайте-ка, друзья, я еще на помощь нашим мультяшным черепашкам возьму железную голову. Мне кажется, так будет здорово. Что ж, первая волна. Классические черепашки идут вперед. Ну, оригинальные сегодня отдыхают. И в начале боя, вот, Микеланджело классический прокачивает атаку своим танцем. Теперь наши герои смогут наносить более сильные удары. Супер. Маусеры тем временем атакуют. Ага, смотрите, как прикольно. Один из Маусов наложил на свой отряд положительный эффект постепенной исцеления. Вот, а на нас, наоборот, Маусер навесил негативный эффект. Вот, запрет на исцеление. Что, конечно же, не очень здорово. И, тем не менее, надеюсь, вот, атака Лео в битве снимает все негативные эффекты. А Раф пытается смыть всех врагов, вот, разрезая водную колодку. Отлично. Супер. Итак, первая волна уничтожена. Вернее, это был Гидрант. Да, вот Гидрант уничтожил Раф и тем самым смел волну. Итак, следующая атака, следующая волна. И мы попытаемся ее забросать сюрикенами. Для этого Митти классический использует атаку, вот, массовую атаку сюрикенами. Что ж, супер. Как видите, враг выживает, но, опять же, ненадолго. Донни атакует при помощи массовой атаки и пытается забросать врагов при помощи вертолета. Супер. Ну, что ж, круто, круто проходят классические черепашки. Вот, шутя, уничтожает врагов. Приходим к четвертой волне, в которой нас встречает полный состав оригинальных черепашек. Причем, обратите внимание, на Лео оригинального урон повышен, поэтому Митти попытается его выбить в первую очередь. Мощная атака, но Лео выживает. Что ж, ничего страшного. Битва Лео. Классический Лео рубит оригинального и побеждает. А Раф пытается справиться с Рафом оригинальным. Итак, классический Раф против оригинального Рафа. Вот, классический метает канализационный люк. И что же из первого удара выбивает противника? Донни против Донни. Итак, Донни классический стреляет из телепортационной пушки. Пытается накрыть вражеского вот таким вот огромным шаром. Тот, как видите, выживает. Что, конечно же, не очень здорово. И в свою очередь, Донни оригинальный мстит, метает уголок, оглушает Митти. Ну, а я попытаюсь победить врага. Метну фута. Для этого Лео хватает фута, метает в оригинального Митти и выбивает его. Что ж, замечательно. Но, прежде чем пойти дальше, давайте-ка наберемся сил. Для этого Раф классически угощает братьев пиццей. Вот, с грибами, колбасой. Вот, враг, наш отряд усилен. Враг ошеломлен. И осталось только его добить. Итак, Микки наносит мощнейший удар ничаками. И побеждает врага. Четвертая волна. Ну, что ж, давайте-ка попробуем победить босса. Вот, по-моему, у нас остались только первые удары. Нет, еще остался суперудар от Донни классического. Используя кофейную машину как ракету, он ее вот как-то подключает. Она летит, наносит мощный удар. Но удар, честно говоря, слабоват. Что ж, тогда давайте-ка прокачаем атаку. Как раз обновилась вот эта способность Микеллажа классическая. И теперь наши герои смогут наносить более мощные и сильные удары. Тем временем, в ракне дремлетт, вот этот супермаусер, пытался оглушить наш отряд. Причем досталось довольно-таки здорово Рафу и Донни. Что ж, надо добивать противника. Ударом Катана Лео снимает части здоровья. Донни тоже помогает. Еще один удар Донателла. Кстати, это был Раф, прошу прощения. Раф атаковал первым. Донни нанес тоже сокрушающий удар. А вот завершающий конечный удар нанес Микеллажа классический. И это победа. Ну что ж, просто чудесно. Хороший бой, хорошая битва. Классические черепашки неплохо себя показали. И наша награда это ДНК Донателла оригинального. Просто супер. Здорово, друзья. Итак, переходим к восьмому эпизоду. И для него я возьму черепашек из мультика. Плюс на помощь им пусть будет железная голова. Мне кажется, друзья, так будет здорово. Итак, пятерка героев. Причем на помощь... Четверка наших любимых черепашек. Причем на помощь придет железная голова. Вот интересно, кто ночной у нее отбой. Скорее всего Микеланджело. Нет, враги начали... Вот Маусеры. Они пытаются сделать негативный эффект. Что-то сделать нашему отряду. Но благодаря Микеланджело я прокачаю уклонение. И теперь вражеские удары будут проходить мимо. Особая способность Микки из мультика. Вот она, конечно же, очень помогает битве. Как видите, враг пытается атаковать. Ага, вот вражеский Маусер наложил на себя положительный эффект. Постепенное исцеление. И, как видите, не с первого удара удается выбивать врагов. Вот, враг атакует. Кстати, здорово Раф контратаковал. И да, давайте, друзья, я сразу же использую массовую атаку. Лео превращается в стальной торнадо, выхватывая свои катаны. Он, шутя, сметает первую волну. Кстати, получилось круто, здорово. Переходим к следующей волне. Так, что я могу здесь сделать? Я могу попытаться вот при помощи особой атаки Рафа из мультика ударом Саи с разворота он сметает одного из массов. Нет, друзья, он выжил. Он выжил. Что ж, тогда давайте-ка попробуем забросать врагов сюрикенами. Вот это уже Донни использует свою особую технику. Нанес кучу повреждений, но опять же враг выживает. Что ж, ненадолго. Вот, железная голова помогает. Он атакует и ракетной адакой из глаз добивает врагов. Итак, я в шоке. Враг до сих пор жив. Что ж, ненадолго. Дымовая бомба Микеллажила из мультика добивает последнего фута. И мы переходим к следующей волне. Итак, третья волна, в которой нас встречают оригинальные черепашки. Итак, продолжаем битву. Итак, Лео против Лео. Мультяшный против оригинального. Вот Лео наносит удар с разворота. Мощнейшая атака, как видите, выживает. Что ж, друзья, нету выбора. Давайте-ка пусть пока Раф привлечет внимание к себе. Вот, оттягивая внимание оригинальных черепашек. Ну и я буду продолжать битву. Да, кроме того, давайте-ка мы усилим защиту нашего отряда. Тоже особая техника Дони из мультика. Вот теперь мы сможем лучше держать удары. И железная голова пытается вызвать огонь тоже на себя. Вот, отлично. Ему удалось на двух оригинальных врагов навешать негативный эффект. Постепенное уменьшение скорости. Вот, плюс еще поднимем настроение нашему отряду. Поедая пиццу с кетчупом, угощая братьев. Микеладжело восстанавливает силы. Супер. Ну что ж, продолжим битву. Итак, Лео из мультика пинает оригинального Лео. И никак не может его выбить. Вот, ну а вражеский Лео вызывает наш отряд на бой. Привлекая к себе внимание. Оригинальные черепашки идут в атаку. Ага, это Донни снимает очищение. Вот, использует особую технику. Восстанавливая силы. Хотя, вот Лео здоровье не восстановилось. Вот, Раф контратакует. Ага, еще и Раф оригинальный. Метая сюрикены, пытается повредить нашему отряду. Урон минимален. Раф отвечает контратакой. Опять же, снимает часть жизни. Кроме того, Раф из мультика прокачивает дополнительную атаку. И теперь наши герои смогут наносить более сильные удары. Вот, просто великолепно. Итак, пытаемся добить Лео оригинального. Очень серьезный враг. Да, проходит удар до Немультяшного. Кроме того, Железная голова попытается сейчас поджарить Рафа. Вот, оригинального. Вот, удар проходит, но враг выживает. Вот, подключаем Микки. Возможно, он сумеет его допинать. Проходит мощный удар. Да, есть победа. Удалось. Что ж, нам осталось только усилить наш отряд. Для этого Лео использует свою любимую медитацию. Вот, прошло усиление. Ну и враг активизировался. Оригинальный. Микки бросает бомбу. Пытается подорвать наш отряд. Раф отвечает. Ничего себе. Вы видели, какая была классная контратака. Одним ударом он добил врага. Донни оригинальный тем временем бьет Бо. Кстати, не здорово, что у него была броня. Но Рафу из мультика удалось снять броню. А Микки пытается его запинать нючаками. Слабенький удар. Но, вот, надеюсь, удар Саи и Рафа добьет противника. Не добил. Что ж, ничего страшного. Донни своим сокрушительным ударом Бо побеждает врага. И мы переходим к финальному боссу. Итак, финальный босс данной игры, данного испытания. И я надеюсь, что наш отряд сейчас как-то соберется. Железная голова наносит мощный удар стальным кулаком. Вот, Лео пытается добить катана и не проходит удар. Ну, а фут в свою очередь подгрызает наш отряд. Супермаусер, прошу прощения. Что ж, не стоит рисковать. И пусть Микеланджело из мультика прокачает уклонение особым танцем. Супер. Итак, Лео продолжает битву. Ударом катаны с развороту он добивает врага. И мы побеждаем. Да, это победа. Ну, что ж, великолепно, друзья. Сегодняшнее испытание пройдено. Давайте-ка соберем награду. Это ДНК Леонардо оригинального. Итак, сцены насилия нам удалось пройти. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео. Ну и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч. До новых встреч.